Как дела, друзья? Генри Сихуда с вами. Добро пожаловать в новый эпизод разбора боев. Я буду разбирать все, что происходит в нашем мире. Итак, начали. Итак, UFC 286. Давайте сразу перейдем к главному событию. Камару Усман против Леона Эдвардса. Я вам вот что скажу. Камару совсем не внес коррективы. К этому бою он совершенно ничего не поменял в своей стратегии. Он был все тем же бойцом, если вы понимаете. Секрет победы Леона Эдвардса в том, что он смог найти ту дистанцию, которая ему нужна. В стойке левши он пробивал свои хайкики, чередуя удары по телу и по ногам. И самое главное, это его передвижение. Он двигался, непрерывно двигался, а Камару приходилось преследовать его. Он его преследовал, и когда он замедлялся, в этот момент у Леона появлялась возможность провести свой удар ногой. Был момент, когда Усман почти перевел Леона в партер, но он удержался за клетку. Также были удары ниже пояса, и мы сняли очко. Я верю, что раунд был 10-9. Я понимаю, почему люди считают этот бой очень равным. Но если не учитывать эти нарушения, по общей картине боя, это чистая победа Леона Эдвардса. Вообще, я болел за Камару. Он мой хороший друг. Но корректировки, которые ему необходимо было сделать, в основном это была работа у сетки. Он застревал в этом положении, не мог скрестить руки вместе. Когда вы прессингуете у сетки, вы заставляете противника нести весь ваш вес. Во время давления, вы пытаетесь просочиться между ним, чтобы появилась возможность скрестить ваши руки, а затем поднять и бросить. С этой позиции вы уже можете контролировать. Но он оставался в этой позиции слишком долго. Если вы чувствуете, что начинаете терять свою позицию, карабкайтесь выше, меняйте уровень и ищите лучшую позицию для себя. Контроль в бою, контроль в каждом раунде. Это лучшее, что вы можете сделать для своей победы. Я думаю, что он застревал в его ногах, слишком много времени проводил в нижнем уровне. Не получается, поднимаемся выше, контролируем противника и ищем возможности для лучшей позиции. И отсюда уже граунд импаунд. После такого нокаута, который пережил Камару, самый мой большой вопрос был в том, не слишком ли рано возвращаться к этому бою Камару Усману. Он хотел доказать что-то всем. Что же для него следующее? Будем смотреть, побьет ли Комингтон Леона Эдвардса. Либо его возможный противник будет Хамзат Чимаев. Я думаю, это другой великий бой. Этот бой имеет смысл. Они два борца. А Леон, Леон сделал свою домашнюю работу. Сейчас он в таком положении, что вокруг него одни борцы. Посмотрим, как долго он сможет защищать свой пояс. А с нами один единственный, величайший тренер всех времен. Капитан Эрик Альбарсин. Да, знаете что, я был сам очень заинтересован в этом противостоянии. Это реванш. Это мировой титул. Мы были в таких ситуациях до этого. Это был бой Генри Сехуда против Димитриуса Джонсона. Но после поражения Генри понадобилось два года. И мы путешествовали по миру. Это был не удар в голову. Так что ему не нужно было лечить свои мозги. Я думаю, это часть проблемы. Все его внимание было сосредоточено на защите от этого удара. Настолько он боялся повторного нокаута. Все его удары, все удары в тело, это были заготовки для удара в голову. И он попал по нему, но в этот раз Камару заблокировал. Но другие удары он не остановил. Очень много пропускал. Настолько он был сфокусирован, чтобы не пропустить повторно такой же удар. И все другое у него было открыто. Ему нужно было больше времени, чтобы залечить свои раны. Я думаю, ему не следовало проводить немедленный реванш. Сейчас у него есть время подумать, прежде чем еще раз сразиться с Леоном. Я думаю, что Камару до сих пор огромная проблема для любого бойца. Эра Усмана еще не закончена. Он обязательно вернется. И то, что его спасет, это будет его борьба. Нужно сфокусироваться на своей борьбе. Все должны снова бояться этих тейкдаунов. И тогда они будут открыты для ударов. Я ожидаю, что он очень скоро вернется в титульную гонку. Но сейчас на очереди Колби Ковингтон. И, как многие думают, это не такой легкий бой для Колби. Потому что Леон готовился к боям против борцов все три последние боя. Потому что это всегда был Усман. Он будет готов, и он делает правильные вещи. Я был очень впечатлен. Его защита от тейкдаунов и возможность вставать после них. Отдаю должное Леону Эдвардсу. Но я думаю, Камар Усман все же вернется. Поверьте мне. Еще раз, ребята, здесь нет никакого неуважения. В первую очередь мы поздравляем бойца. Леон Эдвардс, поздравляю тебя. Ты выиграл бой. Камару мой друг, и я всегда буду говорить правду. И Леон выиграл этот бой. Мы берем в учет удары. Камар Усман дал эту возможность Леону. Он просто преследовал его, вместо того, чтобы резать угол. Он просто продолжал следовать за ним по одной траектории. Таков был наш разбор боя, ребята. UFC 286. Камар Усман против Леона Эдвардса. С вами был Генри Сехуда, а.к.а. Субтитры сделал DimaTorzok